Вы подавали заявку на смену вашей карты. Я говорю, я ничего не подавала. Нет, вы подавали заявку. Вы что, отказываетесь? Я говорю, да, я отказываюсь. На шаблонный разговор от мошенников эти дамы не ведутся. Все благодаря урокам финансовой грамотности, которые регулярно проводят сотрудники банка. Однако некоторые моменты для пенсионеров пока в новинку. Например, цифровые сервисы банка. То есть делается это буквально все в один клик. Мы вас научим, мы вам расскажем, как этим всем пользоваться. Интерес к онлайн-банку актуален, учитывая, что с каждым годом все больше пенсионеров хранят свои сбережения на картах, а не в наличности. Нужны наличные? Всегда есть возможность снять деньги в банкомате без комиссии. Хотя стоит ли? Раньше я за ШКХ платила наличными. И платила банку 3,5%. Это была огромная сумма для меня. А теперь, когда я узнала, что можно по карте платить без процентов, конечно, я буду пользоваться картой. Особенно много вопросов касательно кэшбэка. Его можно получить, делая покупки, например, в супермаркетах и аптеках. А рекомендация дебетовой карты друзьям или повышенный процент на остаток по счету пенсионной карты и вовсе позволяют заработать. Ну, видите, я знала, что на остаток и старалась оставлять. И у меня там, получается, проценты набегают. И мне это удобно. Я знаю про этот остаток. Я знаю, что там идет капитализация счета. Зачастую банки предлагают пенсионерам, получающим выплаты на карту, специальные условия. Например, предоставляют повышенный процент по вкладу. И у нас у всех в нашем возрасте уже есть сумма денег, отложенная на что-то, на определенность. Вот. И если эта сумма будет лежать, и на нее будут ежегодно, даже ежемесячно, как я поняла, начисляться проценты, это уже будет плюс хороший. За последние пять лет количество получателей пенсионных выплат на карты в регионе увеличилось на 11%. В банках отмечают повышенную заинтересованность пенсионеров в банковских продуктах и рост числа новых клиентов старшего возраста. Уже с начала года больше 7 тысяч алтайских пенсионеров получают пенсии на карты нашего банка. Здесь, безусловно, на нас лежит ответственность научить правильно и безопасно использовать современные продукты банка, рассказать о преимуществах, удобствах этих продуктов. Всего за три месяца для пенсионеров было проведено свыше 20 подобных презентаций, где их знакомили с основами финансовой грамотности и безопасности. При том, если остаются вопросы, то менеджеры всегда готовы разобрать каждый индивидуальный случай. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.